Здравствуйте, ребята! Рада снова вас приветствовать! Автором нашего сегодняшнего произведения является Захид Халил. Захид Халил является известнейшим, выдающимся азербайджанским поэтом. Захид Халил неоднократно в своих произведениях говорил о красоте азербайджанской природы. Ребята, давайте с вами прочитаем стихотворение Захида Халила «Белый шелест, белый снег», который находится на странице 100. Для начала я прочитаю вам это стихотворение, а вы внимательно меня послушайте. Белый шелест еле слышно, клонит ветки до земли. Наши яблони и вишни белым снегом зацвели. Стали круглыми деревья, как воздушные шары. Не могу узнать теперь я наши старые дворы. Не узнать полей вчерашних, видно это облака. Прилегли на белых пашнях на пушистые бока. Даль звенит морозным смехом. Вьется ленточка тропы. И дома под мягким снегом притаились, как грибы. Итак, ребята, после прочтения, наверное, вы встретили слова, значения которых вам не ясно. Давайте разберем некоторые из них. Шелест. Шелест это звук, производимый слабым трением, касанием. Также в стихотворении вы встретили со словом пашня. Пашня это сельскохозяйственные угодья, ежегодно обрабатываемые. И эти угодья используются для посева. А вот это ленточка тропы, то есть лесная тропа, покрытая снегом. Ребята, хочу рассказать вам некоторые интересные факты о снеге. Снежинка на 95% состоит из воздуха. Благодаря этому она падает очень медленно. Также одним из интересных фактов о снеге является, что белый цвет снега объясняется наличием в его структуре воздуха. В истории зафиксированы случаи выпадения цветного снега. Так, в 1969 году в Швейцарии выпал даже черный снег. А в 1955 году в Калифорнии выпал зеленый снег. Представляете, ребята, такой, оказывается, тоже встречается. Не обязательно, что снег белый. В высоких горах и в Антарктике можно встретить снежные покровы розового цвета, красного, фиолетового и желтовато-бурах цветов. Ребята, попрошу вас выполнить задание по стихотворению. Задание называется «Синквейн» и будет касаться нашего стихотворения. В «Синквейне» в первом пункте мы записываем то, о чем идет речь или о ком идет речь, и записываем это одним словом. Первое, конечно же, о снеге, значит, записываем «снег». Во втором пункте мы должны записать слова-признаки, то есть охарактеризовать наш снег, какую он по стихотворению. Белый, пушистый. Записываем два слова-признака под номером два. В третьем же пункте запишем три слова, но это уже будут слова-действия. Что делал снег? Что с ним происходило? Он клонил, клонит деревья, прилег, прилегли снежинки и хрустел, хрустит. В четвертом пункте по «Синквейну» мы запишем предложение, которое наиболее точно раскроет мысль нашего стихотворения. В четвертом предложении я в качестве примера записала следующее. «Белоснежный ковер покрыл землю». В четвертом пункте сколько слов, по-вашему, должно быть? Конечно же, четыре. «Белоснежный» – один, «Ковер» – два, «Покрыл» – три и «Землю» – четыре. Ребята, в пятом пункте мы должны записать то, как мы можем снег назвать по-другому. Конечно же, «Красота». Вы можете также привести свой пример и записать его в пятом пункте одним словом. Ребята, а теперь попытаемся с вами ответить на следующие вопросы. С чем сравнивается снег в стихотворении? Верно? С воздушными шарами. Второй вопрос. Какими стали деревья? Они стали после того, как пошел снег, круглыми. А на что похожи дома? И стихотворение «После того, как пошел снег, дома стали похожи на грибы». От чего склонились ветки деревьев? Конечно же, они склонились от снега. Ребята, а теперь хочу вам прочитать интересную сказку. Собрались у воды родственники. Подводник с водицей беседует. Водолаз с водопадом на солнышке греется. Водитель на гармошке наигрывает. Водомерка с водорослями разыгрались. Водичка по камушкам на одной ножке скачет. Даже сам водяной пожаловал. Вышла мудрая вода на крыльцо, глянула на гостей. Сразу чужака приметила. Велела она ему прочить в свою семью. Пошел чужак, пригорюнился. Где ему родственников-то искать? Ребята, а по-вашему, вода на крыльцо выйдет? Какого чужака приглянула? Кто это был? Конечно же, это был водитель на гармошке. Значит, сегодня мы с вами, как вы узнали из сказки, поговорим о словах, о словах родственниках. Слова, которые имеют общую одинаковую часть, корень. И общее значение называются родственными словами, либо по-другому однокоренными словами. Так же, как и у кустов, у растений, корень есть и у слов. Давайте посмотрим на наш пример. Тот, кто с гусятами близко знаком, знает, гусята гуляют гуськом. Тот же, кто близко знаком с гусаком, к ним не рискнет подойти босиком. Ребята, как вы видите, гусята, гуськом, гусаком – это родственные слова, однокоренные слова. И корень в этих словах обозначается вот такой дубой, который я указала красным цветом. Ребята, теперь предлагаю вам ответить на следующий вопрос. Друзья Буратино дали определение корню и привели примеры однокоренных слов. Кто из них выполнил все правильно? Мальвина. Давайте проверим задание Мальвины. Корень – общая часть предложения, говорит Мальвина. И приводит примеры. Гусыня с гусятами увидели гусеницу. И выделяет в них корень. Гус. Пиро, в свою очередь, выполнил задание так. Корень – общая часть всех слов. И привел в качестве примера следующие слова. Вода, водитель и водичка. Корень – вод. Орликин правило сказал следующим образом. Корень – общая часть однокоренных слов. А в качестве примера он взял слова «трава», «травка», «травяной», «корень» – «трав». Кто, по-вашему, прав? Конечно же, ребята, Мальвина не права. Корень – это не общая часть предложения. И, в свою очередь, гусеница не является однокоренным словом со словом «гусыня» и «гусята». Пиро также не прав. Корень – не общая часть всех слов. И водитель не является однокоренным словом со словами «вода» и «водичка». А Орликин выполнил задание верно. Дарим ему звездочку. Правильно он сказал правило. Корень – это общая часть однокоренных слов. И примеры также привел верно. Трава, травка и травяной. Эти слова имеют общую часть трав. Выделяем эту общую часть дугой. И имеют эти слова общее значение. Ребята, а теперь предлагаю вам расселить слова по домикам. Значит, домики под названием «поле», «гриб», «лес». А я вам прочитаю слова «лесник», «поля», «грибной», «полюшка», «грибник», «перелесок», «грибы», «лесной» и «полевой». Ребята, давайте теперь расселим наши слова по домикам и проверим. В домике под названием «поле», корень «пол» мы поместили следующие слова «полевой», «поля» и «полюшка». В домике под названием «гриб» поместили слова «грибник», «грибной» и «грибы» с корнем «гриб». В домике под названием «лес» привели следующие и расселили слова «лесной», «перелесок» и «лесник» с корнем «лес». Все эти слова являются однокоренными словами, имеют общее значение между собой и выделяются, имеют общий корень. При этом выделяют этот корень с помощью дуги. Итак, для закрепления данной темы предлагаю выполнить вам упражнение 2 на странице 103. Слова, как мы говорили в русском языке, живут семьями. В семье у всех слов один и тот же корень, потому что они родственники. Ребята, соберем семью вместе в своей тетрадке и выделим в этих словах корень. А слова это следующие. «Грач», «вода», «грачиха», «лес», «грачата», «водичка», «лесной», «водный», «лесник» и «лесок». Ребята, давайте с вами проверим себя, как же, в какие группы мы объединили данные нам слова. Слова, верно, ребята, «грач», «грачиха» и «грачата», в свою очередь мы объединили в одну группу. Это родственные между собой слова. «Вода», «водичка», «водный», во вторую группу, а также «лес», «лесной», «лесник» и «лесок». Это третья группа наших слов. А теперь, ребята, предлагаю выделить в данных словах корень. В слове «грач», «грачиха», «грачата» общая часть, как вы заметили в этих словах, это часть «грач». В слове «грачиха» также «грач», и «грачата» также корень «грач». В словах «вода», «водичка», «водный», общая часть «вод», в слове «вода», «водичка» также «вод», и «водный» общей частью корнем является также часть «вод». В слове «лес», «лесной», «лесник» и «лесок», наверное, вы уже все догадались, корень «лес». Первое слово полностью является корнем. В слове «лесной» отмечаем также «лес», «корень». То же самое делаем в слове «лесник» и «лесок». Вот как мы выделили корень в данных словах с помощью такой дуги. Итак, ребята, а теперь предлагаю выполнить вам следующее задание. В каждой строке дано лишнее слово. Попытайтесь его найти и объяснить свой выбор. Прочитаю вам первую строчку. Ком – комната, комочек, комки. Конечно же, это слово «комната». В свою очередь, она выражает совершенно другой смысл. Второе. Горе – горный, горевать – горюшка. Конечно же, горный. Также данное слово имеет другое значение. И в свою очередь, третье. Белый, беляк, белка и белить. Всем ясно, что белка – это животное. А белый, беляк и белить – все относится к белому цвету. Они между собой. Связанные эти слова имеют общую часть и общее значение. Четвертый пункт. Седой, седина, сиденье и посидеть. Ребята, конечно же, это сиденье, на котором сидят. А слова «седой», «седина» и «посидеть» имеют общую часть и общее значение. И являются однокоренными словами. А теперь, ребята, пришло время задать вам домашнее задание. По чтению подготовьте выразительное чтение, стихотворение, которое мы с вами разбирали. «Белый шелест», «Белый снег», «Захида», «Халила». А по русскому выполните упражнение номер 5 на странице 103 по учебнику. Также, в свою очередь, выучите правила про однокоренные слова на странице 102. Помните, ребята, что в наше время мы должны с вами соблюдать правила личной гигиены. Часто мойте руки в течение 20 секунд. Надевайте, выйдя на улицу, маску. Если вдруг вы почувствовали какие-то симптомы, вызывайте врача и находитесь дома. Желаю здоровья вам и вашим родным. Берегите себя. До скорой встречи. Здравствуйте, дорогие ребята. Я рада вас приветствовать на уроке математики. Сегодня мы будем с вами заниматься повторением всего, что мы прошли за это время. Откройте, пожалуйста, учебник на страничке 74, приготовьте свою тетрадочку, и мы приступим к работе. Итак, давайте рассмотрим задание номер 1. В одном из новых зданий 38 квартир, в другом 42 квартиры. В первом здании семьи уже заселились в 24 квартиры, а во втором 18 квартир. Сравните число еще незаселенных квартир в этих домах. Итак, давайте мы определим ключевые слова в этой задаче. Итак, нам известно, что в одном из зданий у нас 38 квартир, в другом 42 квартиры. Известно, что в первом здании уже заселились в 24 квартиры, а во втором заселились в 18 квартир. У нас необычный вопрос. Сравните число еще незаселенных квартир. Итак, для начала давайте мы с вами определим, сколько же квартир не заселили в первом здании. Итак, у нас 38 квартир, это всего, это у нас целое. Часть от этого всего, от этого целого уже заселили, то есть 24 квартиры, нам нужно найти другую часть. А для того, чтобы найти другую часть или же, допустим, неизвестное слагаемое, нам нужно от всего, от суммы отнять известную часть. Так и запишем. 38 отнять 24, и это будет 14 квартир. Значит, в первом здании не заселили 14 квартир. Теперь рассмотрим второе здание. Во втором здании у нас всего 42 квартиры, а заселили 18. Значит, чтобы найти количество незаселенных квартир, нам нужно от всего, от целого, от 42 отнять часть 18. Так и запишем, ребятки. 42 минус 18, и это будет 24 квартиры. Значит, во втором здании не заселили 24 квартиры. У нас следующее задание. Сравните число еще незаселенных квартир в этих домах. Так, ребятки, если мы посмотрим внимательно, то мы увидим, что 24 больше, чем 14. Значит, во втором здании не заселили больше квартир, чем в первом. Так и запишем наш ответ. В первом здании незаселенных квартир меньше, чем во втором здании. Или же наоборот. Во втором здании незаселенных квартир больше, чем в первом. Теперь, ребята, давайте мы с вами выполним задание номер 3 на странице 74. Замените уменьшаемые и вычитаемые ближайшими десятками. И вычислите приближенно разные. Рассмотрим с вами второй пример. Итак, нам нужно найти разность чисел 41 и 18. Заменим его приближенным значением. Итак, 41, это приближен, приблизительно будет 40, 18 приблизительно будет 20. Разность чисел 40 и 20 у нас будет равна приблизительно 20. Итак, заменим число 52 и 48 на приближенное значение. Итак, уменьшаемое 52, это приблизительно, ребятки, будет 50. 48 находится между десятками 40 и 50, но приближенный десяток, это будет 50. Поэтому 48, это приблизительно, будет 50. Так и заменим. 50 отнять 50, у нас получится 0. Уменьшаемое 33, заменим приближенным значением, ближайшим десяткам. 33 находится между десятками 30 и 40, но ближайший десяток, это будет 30. 16 находится между десятками 10 и 20, но ближайший десяток, это будет 20. Так и запишем. 30 отнять 20, будет у нас 10. Заменим 22 на ближайший десяток. 22 находится между 20 и 30. Ближайший десяток, будет 20. 9 ближе к десятку. От 20 отнять 10, у нас получится 10. Заменим уменьшаемое 39 на ближайший десяток. 39 находится между десятками 30 и 40, но ближайший десяток, это будет 40. 12 находится между десятками 10 и 20. Ближайший десяток будет 10. Так и запишем. 40 отнять 10, будет 30. 44 уменьшаемое, 17 вычитаемое. Если заменить 44 на ближайший десяток, давайте мы подумаем. 44 находится между десятками 40 и 50. Ближайший десяток, это будет 40. 17 уменьшаемое. 17 находится между десятками 10 и 20. Ближайший десяток будет 20. Так и запишем. 40 отнять 20, будет у нас 20. Оставшийся пример, ребятки, вы вычислите сами самостоятельно. Теперь давайте мы с вами рассмотрим задание номер 4 на странице 74. Решение одного примера поможет легко решить другие. Итак, давайте посмотрим. Нам нужно здесь найти сумму чисел. Итак, в первом примере нам нужно найти сумму чисел 23 и 23. То есть удвоенное число 23. И это будет у нас 46. Теперь посмотрите на второй пример. Во втором примере у нас первое слагаемое 23, второе слагаемое 24. Подумайте, ребятки, ведь 24 – это есть сумма чисел 23 и 1. И получается, что 23 плюс 4 – это есть удвоенное значение числа 23 и плюс 1. И это будет у нас 47. Сумма чисел 25 и 25 – это будет 50. Чтобы найти сумму чисел 25 и 26, подумайте-ка, ребятки, 26 – это есть сумма чисел 25 и 1. Значит, будет на 1 больше удвоенного значения чисел 25 и 25, и это будет 51. Сумма чисел 18 и 18 будет у нас 36. Посмотрим теперь на второй пример. Нам нужно найти сумму чисел 18 и 19. 19 – это есть сумма чисел 18 и 1. Значит, зная значение удвоенного числа 18, увеличив его на 1, мы с легкостью решим пример. И это будет у нас 37. Оставшиеся примеры вы решите по этому же образцу, ребятки, самостоятельно. Теперь рассмотрим с вами задание номер 5 на странице 74. В зеленой коробке лежит 28 кубиков, а в красной – 34 кубика. Сколько кубиков нужно переложить из красной коробки в зеленую, чтобы число кубиков в двух коробках стало одинаковым? Смоделируйте с помощью разрядных блоков. Итак, давайте мы с вами изобразим. Вот у нас зеленые коробочки, кубики зеленого цвета, и вот красные. Зеленых у нас 28, а красных – 34. Нам нужно определить, сколько же кубиков нам нужно переложить из красной коробочки в зеленую, чтобы количество в коробках кубиков стало одинаковым. Итак, давайте мы с вами переложим. Сначала один кубик из красной коробочки в зеленый. У нас получилось 29 и 33. Не одинаковое количество. Переложим еще один кубик. У нас получилось 30 и 32. Если мы переложим еще один кубик, то у нас получится 31 и 31. Значит, ребятки, мы наглядно с вами увидели. Для того, чтобы уравнять количество кубиков в двух коробках, нам нужно из красной коробочки переложить в зеленую всего лишь 3 кубика. Так и запишем. Так и запишем. Количество кубиков было 28. Мы прибавили 3, и у нас получилось 31. У нас было 34 красных кубика. Мы забрали 3 кубика, и у нас получилось тоже 31. Значит, ребятки, мы должны переложить всего лишь 3 кубика. Так и запишем ответ. Ответ. Нужно переложить 3 кубика. На этом, ребятки, наш урок подошел к концу. Выполните задание номер 2, 3, 4 на странице 74. Всего вам хорошего. Берегите себя и своих близких. Чаще мойте руки и старайтесь не выходить из дома. Только по необходимости. А если же вы выходите, обязательно соблюдайте дистанцию и носите маски в общественных местах. Всего вам хорошего. До встречи на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok